Алексей Житких спрашивает, как скоро можно ожидать приезда Блаттера за российским паспортом? Вообще развалится ли ФИФА? В будущем году президенту ФИФА Йозефу Блаттеру исполняется 80 лет. Я не сомневаюсь, что министр спорта России Виталий Леонидович Мутко доставит Блаттеру паспорт непосредственно домой, а не заставит старикопериться в Россию. А что будет вообще дальше с ФИФА? Вот это хороший же вопрос, сейчас всех это вам будет. Ну, Блаттер очень успешно съел своего основного конкурента Мишеля Платини, президент ФИФА. Но он был съеден сам нормально. Ну, он был съеден сам уже по объективным причинам, ему было нечего терять. То есть напоследок он доедал? Да, Платине было что терять. И после уже того, уже оплакивая политический труп Платине, проливая над ним скрупую мужскую слезу, я за Блаттер сказал, что оказывается он может вполне баллотироваться, ничего страшного. Он не сдаст свои позиции без решения Конгресса ФИФА. Ну как, будет президентом ФИФА или нынешний генеральный секретарь Европейского союза футбольных ассоциаций ФИФА Джанни Инфантино, который объявлен преемником, остромившегося Мишеля Платине, увы. Увы, остромившегося, а не увы, Мишеля Платине. Или принц Алий Орданский, который претендовал на этот пост, он был соперником Глаттера на прошлых выборах. Вы за кого попросовали? Я, конечно, симпатизировал Мишелю Платине, и мне было очень обидно, что жалкие 2 миллиона евро, которые он неосторожно взял у Глаттера в качестве, видимо, взятки за отказ от участия в предыдущих выборах, так перечеркнули его футбольную карьеру. Но в этой ситуации, в общем, мне все равно Лизу не прямой преемник Платтера. В Мишеля Платине было бы достаточно экзотичным, чтобы возглавить его международную футбольную ассоциацию, но мне кажется, что скоро ведущие футбольные державы мира, это Бразилия, Аргентина, Уругвай, еще несколько латиноамериканских государств, и, соответственно, в Европе это Испания, Франция, Италия, Германия и Англия, поставят вопрос создания новой организации, в которой второстепенные и третьестепенные в футбольном отношении страны не имели бы того права голоса, которое не имеет FIFA. То есть будет поставлен под вопрос сам принцип «одна страна, один голос», и я не исключаю, что футбольные гранды покончатся тяжелым наследием Блапаровщины и предшественников Йозефа Блапара, которые создали нынешнюю тотально коррумпированную систему в мировом футболе. А когда это произойдет? В ближайшие годы. Отлично. Тяжелые годы приходят, а не вот так же трудные.